Здравствуйте! Начинаем второй день коучинга по созданию музыкальной открытки. Мы с вами открываем Google, находим вот такой значок приложения, нажимаем на него и ищем где у нас блогер. Нажимаем на блогер. Как мы уже говорили, музыкальные открытки мы будем делать на сервисе блогер. Сегодня у нас проходит второй день коучинга. Так, значит мы создаем новую открытку. Минуточку, сейчас создаем новый блог. Нажимаем. Так, пишем заголовок с днем рождения. Теперь здесь пишем адрес. Адрес пишем на английском языке. Можно написать свое имя, свою фамилию, например. Так, адрес не занят. Все, создаем блог. Создать блог. Так, создаем блог. Дальше. Создать сообщение. Сервисы могут работать по-разному у каждого. Вот, смотрите. Значит, что мы здесь сейчас будем делать? Мы с вами, значит, где у нас папочки, папки по музыкальной открытке. Вот, текстовый документ открываем. Мы здесь, значит, стихи, HTML-код сохраняли. Давайте я вам покажу, как, значит, давайте найдем, где можно найти рамочки. Итак, пишем рамочки с HTML-кодом. Так, я не написала. Так, рамочки, рамочки. Ну, вот. Так, создание рамочки. Ну, давайте посмотрим вот здесь. Так, здесь у нас рамочки новогодние. Новогодние красивые рамки, которые нам пригодятся, когда мы сделаем, будем делать музыкальные открытки с Новым Годом. Нам это не подходит. Ищем дальше. Так, ну, вот эту сейчас посмотрим. Так, это тоже не то. Так, сейчас, ну-ка, сейчас вот здесь посмотрим с левой стороны, что у нас тут есть. Так, смотри, дневника. Так. Так, так, так. Тут вот разделители есть. Ну, мы нашли с вами разделители уже. Так. Значит, это тоже не подходит. На рамочки. Напишем. С днем рождения. С днем рождения. Так. HTML-код. HTML-кодом. Еще раз нажимаем найти. Так. Вот рубрика с днем рождения. Давайте посмотрим. Какие у нас здесь есть рамочки. Так. Так. Вот, смотрите, вот такая вот розовенькая рамочка. Вот мне понравилась. Вот. Вот тоже рамочка красивая. Вот, посмотрите, какая рамочка. Вот здесь вот. Вот какая рамочка красивая. Днем рождения. Я вам оставлю на эту. Ага. Да, очень красивые рамочки. Ну, давайте вот я, например, выберу вот эту рамочку. Вот эту я выберу. Так. HTML-код мы вот так вот копируем. Копируем. Он очень длинный. Длинный. Тянем. Скопировали. Копировать. И теперь я иду, значит, на текстовый документ. Открываю его. Так, у меня тут был код. Давайте я другой вставляю. Вставить. Вот HTML-код у нас так. Пусть он стоит. Теперь сейчас мы с вами... Так, мы с вами сейчас что сделаем? Идем на блогер. Так. Теперь у нас, значит, мы должны... Должны, должны сейчас посмотрим. Так, вернемся в блогер. Так. И зайдем с вами на дизайн. То есть мы сейчас с вами будем выбирать... Убирать. А, значит... Так. Вот это вот обо мне. Редактируем. Гаджет. Вот эти вот. Убираем. Показ. Сохранить. Чтоб не показывалось. Так. Дальше. Дальше. Дальше мы идем. Дальше мы идем. Так. Атрибуция. Смотрите. Если мы хотим, значит, предъявить наши авторские права на эту музыкальную открыточку, мы здесь можем прописать свое имя и фамилию и сохранить. Но я этого делать не буду. Вы смотрите на ваше усмотрение. Значит, это мы закрываем. Вот этот гаджет. Так, я вам еще раз покажу. Сообщение блога. Нажимаем. Здесь, значит, нам надо вот эти вот галочки убрать, чтоб не было у нас даты. Вот это фотографии там. Все это мы галочки сейчас убираем. Вот это мы убираем. Это убираем. Вот это мы все... Все галочки мы убрали. Все. Теперь сохраняем. Сохраняем. Так. Ну вот и все. Пока все. Теперь мы заходим в конструктор. Вот здесь написано, добавляйте, удаляйте, настраивайте гаджеты, перетаскивайте гаджеты. И ширину столбцов можно задать в конструкторе тем. Нажимаем конструктор тем. Так. Здесь мы сохранить расположение. Не забывайте сохранять. Так. В конструктор тем заходим. Заходим в конструктор тем. Сейчас у нас откроется... Вот. Значит, какую тему мы выберем? Темы мы выбираем... Так. Так, так, так. Корпорация чудес. Выбрали тему. И применить к блогу. Обязательно. Не забывайте применять к блогу. Так. Теперь пошли дальше на фон. Фон. Фоновое изображение. Вот смотрите. Вот здесь есть свои фоны. Вот смотрите. Сколько здесь фонов. Вы можете выбирать. Здесь даже есть, видите, вот какой праздники, например. Вот нажимаем. Вот вам праздники. Можно выбирать. Посмотрите, какие здесь есть фоны. Вот. Но я все-таки хочу добавить свой фон. Фоны ищем бесшовные. Так. Пишем опять картинки. Фон бесшовный. Почему бесшовный? Чтобы он у нас красивее смотрелся. Чтобы не было никаких швов. Выбираем. Так. Можно выбирать анимированный. Потому что на гугле я вам говорю, что здесь анимация работает. Можно выбирать. Вот здесь выбираем файл. Нажимаем файл. И ставим здесь галочку. GIF. Файл GIF. И вот смотрим, какие у нас здесь. Посмотрите, какие у нас здесь фоны. Ну, я, например, выберу себе. Выберу себе. Так. Можно выбрать. Собственно, тут такие фоны. Красотища просто. Можно выбрать любой фон. Да. Так. Ага. Посмотрю. Так. Не очень-то. Так. 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 Маленькие. Ага. Я хочу такой вот фон выбрать. Да. Вот можно вот такой. Сохранить изображение. Сохраняю я вот в папку музыкальная открытка. Я ее открою. Открыть. И вот сюда сохраню. Все. Пошли дальше. Заходим опять на блогер. Значит, я вот сюда. Загрузить изображение. Видите, вот самое первое здесь. Загрузить изображение. Если вы хотите выбрать свой фон. Выбираем файл. Так. И теперь я выбираю. Вот этот фон. Загрузился у меня фон. Готово. Значит, что нам нужно сделать. Выровнять его по центру. Обязательно. Так. И замостить. Применяем к блогу. Применяем к блогу. Так. Теперь мы сделаем сразу, не выходя отсюда, регулировка ширины. Давайте сделаем 950. Пока. 950. Применить к блогу. Так. Так. Дизайн. Выбираем вот этот первый. И здесь тоже первый. И опять применить к блогу. Теперь дополнительно. Значит, шрифт. А, ой, страница, шрифт. Давайте здесь все мы выберем прозрачное. Здесь тоже прозрачный. Так. Применить к блогу. У меня выглядывает вот это. Так. Теперь дальше. Ссылки. Ссылочки тоже давайте сделаем прозрачными. Прозрачными делаем. Опять прозрачные. Опять применяем к блогу. Название блога. Название блога это у нас вот написано с днем рождения. Значит, здесь можно выбрать текст, например, вот такой, да. Я хочу сделать курсивом. Теперь сделаю немножко побольше. 60. И выберу цвет. Цвет я сделаю вот такой. Красенький. Так, снова. Цвет делаем красный. Все. А здесь у нас будет прозрачный. Применяем к блогу. Дальше. Описание блога. Тоже делаем прозрачным. Применить к блогу. Текст вкладок. Тоже делаем все прозрачное. Прозрачное. Применить к блогу. Форм вкладок. Тоже делаем прозрачными. 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 Применить к блогу. Верхний колонтикул даты. Тоже прозрачный. Дальше. Прозрачный. Применить к блогу. Применить к блогу. Так, поехали дальше. Заголовок сообщения. Делаем прозрачный. Применить к блогу. Фон сообщения. Тоже делаем все прозрачное. 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 Применить к блогу. Название гаджета. Тоже делаем прозрачное. Применить к блогу. Текст гаджета. Тоже делаем прозрачным. Прозрачным. Применить к блогу. Дальше идем. Ссылки на гаджеты. Тоже делаем все прозрачное. Сейчас мы с вами все это настроим. Применить к блогу. Не забывайте нажимать на применить к блогу. Здесь тоже фон гаджета делаем. Все прозрачное. Прозрачное. Так, тут у нас прозрачное. Применить к блогу. Фон боковой панели. Прозрачный. Применить. Так. Применить к блогу. Так, 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 так. Изображение. Применить. Прозрачное тут. Применить к блогу. Канал. Тоже делаем прозрачным. Применить к блогу. Ссылки на фиды. Обязательно делаем прозрачными. А здесь вообще нужно все делать прозрачным. Чтобы нам то, что не надо, чтобы это все не выглядывало у нас. Так. Так, все сделали прозрачными. Так. Пэйджер. Тоже делаем прозрачным. Нажимаем. Ок. Так. Нижний колонтику. Тоже делаем прозрачный. Прозрачный. Применяем. Ок. Цвет кнопок на мобильных устройствах тоже делаем прозрачными. Применить к блогу. Так. Ну все. Значит, все это мы сделали с вами. Теперь идем назад в блогер. Ну, можно посмотреть блог. Такой у нас блог получился. Так. Идем назад в блог. Назад в блогер. Вот. Так. Ну-ка. Дизайн. Сейчас нажмем дизайн. Где у меня тут? Днем рождения. Так. Обережно. Снова сообщение. Сообщение мы тут поменяли же. Все. Да. Мы тут все поменяли. Так. Избранное сообщение. Вот. Избранное сообщение удаляем. Да. Да. Дальше. Популярное сообщение. Тоже. Удаляем. Да. Подписки к этому блогу. Удаляем. Так. Так. Подписки. Настройка рассылки. Так. Это все удалить. Ну, этого у вас, наверное, нету, потому что вы, так, вы не занимались, ни блогами, ничего у вас такого нету. А у меня это есть, поэтому мне нужно это все поудалять. Все поудалять. Вот. И обо мне, обо мне обязательно удалить, чтобы, ну, вот, видите, а то оно там высвечивается. Так. Что здесь? Так. Удалить. Это я удаляю. Так. Это я тоже удаляю. Так. Архивного. Архивного. Удалить. И нижний колонтикул у нас только остается, что это авторские права. Так. Все. Теперь, теперь мы идем в сообщение. Теперь мы идем в сообщение. Создать сообщение. Вот теперь мы с вами здесь, сюда будем накладывать рамочку. Накладывать будем в HTML. Значит, мы идем в текстовый документ. Так. Вот она у нас рамочка. То есть HTML код. Так. Минуту. Вот, наверное, да. Так. Копировать. Опять в блогер. Вот идем в HTML. Вот сюда заходим. Вот это мы все убираем. А сюда мы ставим, вставляем HTML код. Так. HTML код. Сохранить. Теперь будем просматривать, что у нас получилось. Вот. Видите? У нас вот такая рамочка получилась. Вот. Вот такая рамочка. Так, идем в блогер. Создать. Вот здесь у нас будет черновик, где мы будем работать. Здесь вот ваш, где ваш текст, сюда мы будем вставить стихи, которые у нас тоже сохранены в текстовом документе. Сначала я хочу, вот, например, первый абзац стиха скопировать. Так. И теперь вот сюда, где ваш текст, я это убираю. А сюда вставляю стих. Вставить. Так. Стих я хочу, значит, сделать покрупнее. Вот такой, например. Теперь, значит, я хочу здесь сделать текст. Так, у нас там зеленый-желтый, да? Зеленый-желтый. Ну, примерно, может быть, вот такой подойдет. Или вот такой подойдет. Ох, не то я сделала. Это надо... Сейчас, минутку. Вот это надо убрать. Это у меня сделалось. Так. Это вот так. А теперь сам вот этот поменять. Так. Ну, сейчас посмотрим. Давайте посмотрим, как у нас будет смотреться на открыточке. Сохранили мы теперь просмотр. Просмотр делаем. Так. На белом фоне у нас на белом фоне получилось. Не очень-то. Значит, мы это сейчас... Вообще я уберу. Так. И снова я сделаю. Ставить. Сохранить. Просмотр. Почему же на белом фоне-то у меня получается. Ну, значит, это такая, я думаю, рамочка, что получается на белом фоне. Так. 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 Продолжение следует...